Уже это к нам и диалог, где? О, ты в повязке? Варя, дай покажем. Привет! Я уже дома. Уже тут записала рецептик. Очень интересное блюдо. Пудинг, для которого мне нужен был. Что, я там такое замарала, что ли? Уже даже попробовала. Сама хочу салат. Я уже попробовала, естественно. Потому что нужно было это заценить. Мне понравилось. Сделаю салатик. Быстренько поем салатик. И, в принципе, будет с чем попить кофе. У меня была супер гигантская помидора. Я хочу помидорку. Еще с утра у меня осталась помидорка. И сейчас сделаю помидоры, огурцы. И хочу еще авокадо туда. Так что сейчас буду... Настроение вообще ужасное. Вот хотела с вами поделиться. Что-то вчера поговорила с одним человеком. И как-то у меня так... Не знаю. Дело не в нем. Дело, конечно, в моем восприятии всего происходящего. Но меня сейчас очень беспокоит... Это я так помыла? Или что это? Это что, грязь? Я думала... Нифига себе! Я помидору помыла, режу. Она грязная. Пока разговариваю. Но я думала, это пятнышко. Ну, как на помидорах родимые пятнышки бывают. Оказалось, это родимая грязушка. В общем, меня беспокоит мое финансовое состояние. И вот я пытаюсь на него повлиять очень сильно. Но вот пока что... Никогда об этом не рассказывала, конечно. Но пока вот как-то очень все не так, как я хочу. Я также учусь. Вчера меня опять с тем дезе... Я даже его не доделала. Я его бросила. Буду доделывать сегодня. Сегодня еще нужно обязательно Варвару забрать. Забрать с Валберис посылку. Отдать. Ну, что на возврат. В общем, вот это состояние тревожности. Я вообще так плохо сплю. Это вообще... Я себя какой-то бабушкой чувствую. Ужасно. Я просыпаюсь по 3-4 раза за ночь. Я не высыпаюсь. Катастрофически. Потому что я постоянно... У меня какое-то чувство тревоги. Я не знаю, откуда оно взялось. И вот, может, кто-то с таким сталкивался, конечно. Сейчас, подождите. Я возьму огурчик. Может, у кого-то такое было. У меня было состояние, когда, знаете, ты вроде все у тебя, все прекрасно, все хорошо. Но ты как будто бы не успеваешь жить. Вот как будто ты не живешь так, как ты хочешь. И поэтому ощущение, что ты вообще не живешь. Вот. И... Блин, авокадо какой-то не очень спелый. И вот это вот ощущение сейчас ко мне вернулось. Я не знаю, почему. Ну, вот оно ко мне вот так вот. Блин, авокадо недоспевшее. Вернулось и тревожит меня. И сон мой. И вообще все мысли. Я вроде ничего такого не делаю. Но при всем при этом я как белка. Там, 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 все. Мне надо что-то... А у меня сразу нападает, если я вот так, в такое состояние захожу. Мне надо сделать что-то, чтобы отлечься параллельно. У меня начинает что-то... У меня дома начинает все не устраивать. Мне становится некомфортно. Я хочу сразу все поменять. Вот вообще абсолютно все. И вот это вот мне, капец, как это не нравится. Но я ничего с собой не могу поделать. Можно, конечно, к психологу сходить по этому поводу поговорить. Вот я пытаюсь разобраться, что это вообще такое. Пройдет ли это состояние. У меня, если честно, состояние какой-то нереализованности. Я это не люблю. Я чувствую, что я какая-то бесполезная. Какая-то... Блин, не знаю, даже как... Ну, не мощная я, конечно. Ну, какая-то малополезный человек. Вот это я. И вот у меня такое ощущение. Не знаю, почему. Мне даже снимать не хочется иногда еще что-то делать. Вот такое вот, чем я обожаю заниматься. Допустим, в блог. Это мое вообще детище, которому будет два года уже через пару недель. Через неделю даже. А мы еще до сих пор не сделали заставку. Ну, если мы не снимем, просто, наверное, я уберу. Сделаю по-другому начало. А концовку может что-нибудь... Ну, вообще не знаю, что даже делать. У меня было столько мыслей по этому поводу. Но как-то вот они вот как-то все разбежались. Вчерашний замаринованный лук. Вчера лук мариновала и оставила. Ладно, салат же все равно буду делать. Ему как бы хватит. В общем, вот такое вот состояние. И как с ним бороться, как из него выходить. Я пока что не знаю. Иногда бывает такое, знаете, заедание вот это вот. У меня как у всех. Я стресс. Я начинаю учиться. У меня стресс. Я больше кушаю. А потом начинается обратка. Я, наоборот, ничего не хочу есть. Вообще мне ничего не хочется. У меня состояние тоже. Но при этом уже вообще ничего не есть. Ничего не делать. Никуда-то идти. Мне что-то двигаться. Пока я делала салат, была минутка нытья. Я, конечно, соберусь. У меня есть мотивация в виде двоих. Детей. Так что. Так что как-то вот так вот. Пойду я кушать. Семь-то кушает. Приятного аппетита. У нас было солнышко, пока мы были на работе. А сейчас опять туча. Какая у нас очаровательная, неочаровательная погода, точнее. Вот так вот все пасмурно, ужасненько. Очень как-то серенько все. Что же это к нему мы делала где? О, ты в повязке. Привет. Варюга до дома успела дойти, пока мы за ней шли. Фонтаун прям в самую погоду. Ну, правда, Аленке у нас жарко. Я опять иду рассказываю и забыла камеру включить. Еще и тучи. В общем, Варвара позвонила ровно тогда, когда пришел электрик. Одновременно они умудрились позвонить. Можешь еще раз заглянуть. А то заглянула, а я камеру не включила. Иду рассказываю, так как всегда. Один раз предлагала. Да, пошли с Валберес, заберем оставшийся. И отдадим уже эту юбочку несчастную. Все, мы уже дома. Сходили на Валберес, забрали... В итоге забрали только крючки. И забрали пенал Варюшкин. Рубашка не такая. Я не знаю, как Алена их выбирала. В общем, рубашка ей не понравилась. А у Варюшки пиджак. Все на ее рост беру. Ей все большое. Она маленькая, худенькая. Ей в плечах велико. Свитер понравился. У нее пришел пиджак и свитер. Свитер понравился. Но у него, знаете, как интересно сделана горловина? Она как стоечка. И получается вверх нитка затянута. И ей на голову кое-как налазит. Прям вот вообще. Она говорит, может растянется. Я говорю, это не растянется. Это нитка зафиксирована. Она говорит, только растянется в том случае, если она порвется. А ты, говорю, так будешь дергать, она и порвется. Короче, его тоже не стали брать. Вообще, короче, по итогу взяли пенал и крючки, которые я тоже не смогу повесить. Понимаете, почему? Изменения. У меня же приходил электрик. Чинят полотенце-сушитель. Пытаемся с ним разобраться. Он там все прозвонил. Сказал, все работает. Но почему он отключается, он не может понять. Короче, он его забрал с собой. Потому что так, я же рассказала, что так интересно получилось, что... Он пришел, и варюшка в это же время пришла. Ой, пришла, позвонила, что нужно за ней идти. И поэтому вот так получилось. Пришли мои крючки. У меня тут пару дизайнерских задумок по поводу крючков. Два крючка будет... Ну, это когда полотенце... Ну, полотенце-сушитель вернется. Только тогда я смогу сделать. Потому что два штучки я хочу их прикрепить так, чтобы можно было повесить на стенку наши щипцы, которые там лежат для... Утяжок, короче, для... Вот, чтобы можно было его повесить. А вот. Ну, это вот нужно, чтобы все вернулось. И одни я заказала для полотенца. Сейчас я прилеплю. Я хочу на шкафчик повесить. А другие заказала. Для чего я их заказала-то? А как так у меня пришло? А, фух, все, черные. Еще хочу для досок сделать. Вот тут на кухне. Блин, вот реально не жалею пакетиков. Крючки, не знаю, хорошо вроде держатся пока что. По крайней мере, в раковине там постоянно вода. И они прям все классно держатся. А в этот я же сначала черные заказала, а потом, думаю, у меня все под металл. И заказала вот такие вот металлические. Сейчас прикреплю одно на зеркало. Ну, где зеркало, там на шкафчик. Чтобы полотенечко с той стороны висело. Не знаю, будет оно там просыхать, нет? Посмотрим. Я вообще его хотела повесить рядом с полотенчиком. Ну, где полотенцесушитель. И чтобы оно на стене просто рядом было, но на стене. Потому что, когда оно на полотенцесушителе, это неудобно. Вещи стираются, все завешено, полотенцу негде быть. Короче, надо подумать насчет этого. Скорее всего, я на ту сторону сделаю. Еще дети у меня тут со вчерашнего дня захотели. Аленка суши хотела. В итоге мы еще и пиццу. Варька, потому что суши у нас не ест. Еще и пиццу. Так что в течение часа привезут им еду. Они будут у меня счастливые, сытые дети. Вот. А я пойду, наверное, крючок прилеплю. И повешу полотенце. Варя только у меня спросила. Прикиньте, я сейчас такая, говорит, мама, когда мы будем есть? И тут же в домофон звонок. И привезли нам немножко суши заказали чуть-чуть. И пиццу заказали. Так что сейчас буду кормить детей. Они хотим и съедят. Вот такие вот делишки у нас. О, Варвара даже переоделась. Обалдеть. Яблоко можно доесть. Сейчас покажу, какие пиццы заказали. Варя. Дай покажем какие-то. Так, какую-то мясную. Варя сказала, мы у сестры пробовали. Вроде такая. И? А какая это? А это? Кто это? Маргарита. Господи. Маргарита. Маргарита. Представляете, зазвенел домофон. Я говорю, поймай собаку. Не слышно в домофон вообще ничего. А она, представляете, на Аленку, как давай рычать. Прям вообще вовсю рычит. Я ее за шкварник уже тогда подняла. За шкирочку, как сказать. За закладки. Все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Маргарита хочет показать вам свое приобретение. Оно большое такое. Да, заказали вот такой пенал сегодня. Забрали. Очень удобненький. У нее был такого же цвета, но был как сумочка. Да, он другой был. А это прям так открыл. Вот сюда я положил вот такой вот кармашек. Туда я положила линейку и строгалку. И линейка влезет, кстати, не только 15 сантиметров и подлиннее. Да, и наверное, мы еще купим закладки и туда положим. А, у нас есть закладки, тоже можно сюда положить пеналку. Закладки в учебниках должны быть. Да. Вот здесь карандаши, ручки и сюда. Ну, вот я бы карандаши куда-нибудь вот либо сюда засунула, потому что они, смотрите, прям длинные и вот так вот у них. Длинные, ну ладно. Вот здесь просто я положила фломастеры и клею. А вот это удобно, когда лень будет ее туда пихать, здесь будет все и лежать. Ну, классный, мне нравится. Вот самый такой дизайн. Розовый и вот такая клеточка. Прям красиво смотрится. Тут кармашек. Отгадайте, что там. Кармашки. Конечно же, девочки. Все они, сейчас я покажу быстренько. Вот, смотрите. А, подожди, надо вот так ложить. Угу. Смотрите. Такой пастюрчик. А у нас вроде починили этот полотенцесушитель и сейчас придут. Хоть и одна приятная новость на сегодня. Починили наш полотенчик. Все пришел, он установил, нашел там какую-то защиту, короче, чип. Там что-то вздулось и чип из-за этого сработала защита, из-за этого он выключался. Ну, все, мы его повесили обратно. И он тепленький. Ну, еще греется, конечно. Греется он долго, пока нагреется. Потом и остывает он тоже так. Пока остынет. О, можно сюда будет. Значит, полотенчики весить. Я обожаю теплое полотенце. Знаете, когда моешься, и потом раз, и теплое полотенце, и в ванной будет сейчас тепло. И уже вот этого хватает нам на весь дом. Блин, не знаю. Я прошлый год полотенчик работал. Я не вытаскивала колорифер. В межсезонье нам хватало его. Дверь открыта в доме, во всем тепло идет, во весь дом. Только он работал, конечно, вообще бездень. Я его даже не выключала ни на ночь никогда. Так что вот такие вот дела. Так, наши полотенца мы постираем. Просвечность, наверное, их закину. А туда уже чистенькие. И будет нам счастье. Сейчас как раз крючки придумаю. Раз уж тут все повесили, сразу придумаю, как повесить крючки, которые для щипцов, для волос. Хочу придумать, как их сделать, чтобы они на стиральной машине вообще было по минимуму всего. Потому что меня вообще раздражает вот этот все лежит. Кто там, кто там. Ой, друзья, горяченький. Какая высота. Я довольна. Что из этого получилось. Прикрепила я крючочек. И будет вот так. Мне кажется, очень даже неплохо. Просто это самое ходовое. Ее убирать куда-то в шкаф. Ну, это не вариант. Она всегда пока остынет здесь, потом там. А так сразу попользовался, повесил. И пусть она там себе спокойненько и остывает. Никто не заденет. Ничего. Мне кажется, очень даже удобненько. Это Ладьяна. Средненько. Ален. Крот вылез из своей норы. Из фиолетовой норки. Все, собираемся спать. Сегодня опять план лечь пораньше не удался. Так что будет все как обычно. Настроение под вечер вроде получше стало. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok